Добрый день, мои дорогие друзья, любители ретроспективы. Это канал Максимазы и сегодня речь пойдет о мобильном телефоне Siemens C65. Маленькая такая машина времени, которая нас отправляет в 2004 год. Да, телефон вышел где-то во второй половине 2004 года, появился в продаже где-то в конце. Телефон этот мне достался от дедушки с бабушкой по линии матери. У них, они пользовались этим телефоном в свое время и вот он мне даст, почти 10 лет назад он достался мне. Вот, собственно, он и есть. Конечно, я его ремонтировал. Джойстик, например, вот накладку менял я на него. Крышку тоже менял. И вот с запчастями даже коробка, да, продали даже коробку с запчастями. Вот могу показать, как коробка выглядит. Вот коробка не родная, это запчасти я покупал. И вместе с запчастями коробка такая досталась. Это оригинальная коробка, специальная серия для России написана. Какой-то номер телефона, бесплатная горячая линия. Тут Siemens Mobile, C65 модель. Так, тут цвет синенький, создан в Германии. Это родина Siemens. Разработан для жизни, слоган. И сайт Siemens Mobile, который давно уже закрыт. Такая вот коробочка, в ней лежала инструкция, зарядка, аккумулятор. И сам, соответственно, телефон. Телефон выпускался официально в синий вот такой вот расцветке. Но были еще несколько расцветок. Была серая расцветка, там дополнительная. Черный, там красный всякие были. Но самый известный, это, конечно, синий. Я вблизи ни у кого, на самом деле, не видел, кроме синий. Вот так вот он выглядит. У него достаточно привлекательный дизайн. Телефон является упрощенной версией, кстати, вот этой модели. Siemens CX65. Он вышел в феврале 2004 года. И у него здесь дизайн, кстати говоря, похож очень. Здесь выглядят они очень действительно похожи. Но эту модель упростили. Дизайн очень похож на CX65. У него такая же, почти так же выглядит клавиатура. Также здесь на левом торце находится инфракрасный порт для передачи данных с другими аппаратами. Блютуза нету здесь, потому что он был в 2004 году редкостью. И здесь камера, самая слабенькая камера, что существует на телефонах, это 0,1 мегапиксель. Да, всего 0,1 мегапиксель, причем телефон еще и не могет видеозаписи. Да, здесь упростили камеру, в отличие от CX65, где камера была на 0,3 мегапикселя. И она могла записывать видео до 30 секунд. Динамик. Динамик тут изменился, он стал громче. Но, может быть, некачественнее для кого-то покажется. Здесь камера на 0,1 мегапиксель, разъем для подключения внешней антенны. Разъем для зарядного устройства, подключение аксессуаров. Здесь находится микрофон. Здесь снятие лицевой панели находится. Здесь есть интересная кнопка, вот здесь, под джойстиком. Она выводит нас в меню интернета. Правда, в России она, в принципе, никому была не нужна, потому что на те времена, в нашей стране, был самый дорогой интернет-трафик. Но, в принципе, устанавливали некоторые там оперу мини всякую, чтобы снижать стоимость трафика. Но, все равно, интернет очень дорогой был. Здесь, вот так вот открывается крышка. Здесь стоит неродной аккумулятор. Ты чего тебе там надо, а? Чего тебе надо? Ты мне мешаешь вообще. Господи, кошка мяукает, не хочет сюда заходить. Здесь находится сим-карта, она всего одна. Здесь написано, что C65, сделан в Германии. Аккумулятор здесь на 820 мА. Но, по умолчанию, оригинальный аккумулятор тут на 600 мА всего. В C65 на 750. Давайте теперь включим телефон и посмотрим. Оранжевая подсветка кнопочек. В C65 она была белая. Вот такая вот любимая всеми заставка. Подтверждаем включение. Такой вот чувак тут на заставке. Стандартные темы. И вот такой вот рабочий стол. Здесь находится заряд батарейки. Здесь прием сигнала, логотип оператора. Новые смс игры. Это все можно настраивать. Можно выбрать свои задачи. На каждую кнопочку можно настроить отдельную функцию. На пятерочку у меня, например, стоит Экпорт. Держим пятерочку и включается Экпорт. Можно это все менять. На шестерку можно регулировать подсветку. На тройку приложение. На четверку файловый менеджер. На семерку калькулятор. На восьмерку будильник. Диктофон на девятку. И в общем понятно все. Давайте теперь перейдем в главное меню. С помощью джойстика. Здесь у нас 9 иконочек. Это сообщения. Списки вызов. Телефонный справочник. Интернет игры. Органайзер. Камера. Еще. Файлы. Настройки. Из сообщений тут. В отличие от CX65 убрали поддержку email. В принципе сообщения так себе не изменились. Но здесь есть EMS. MMS тут есть. Это неплохой. Вариантик. Камеру давайте посмотрим. Камера здесь конечно очень слабая. Всего 0,1 мегапиксель. Но для того времени себе вполне. Приемлемая. Но все равно конечно даже по тем временам она была слабенькая. Камера не умеет видеозаписи конечно записывать. Но какие-то снимки она делать умеет. Тем более здесь даже есть зум. То есть увеличение и уменьшение яркости. И приближение, отдаление. Соответственно. Органайзер. Календарь встречи, задания. Упущенные заметки. Диктофон. Часовые пояса. Интересная такая вещь. Часовые пояса тут. Можно посмотреть разницу во времени и разных городов. Интернет игры. Здесь находится. Ты че блин. В общем что-то пошло не так. Телефон отключился. Так. Игры здесь короче говоря. Приложения. Мы по ним празднее пройдемся. Далла вот ассистент. Вот это вот загрузчик контента. Закладки и интернет. Мы не будем в него лазить. Потому что это очень дорого. Так. В папке еще у нас. Меню сим-карты. В зависимости от сим-карты. Будильник. Можно всего один будильник поставить. К сожалению. Запись звука. Он диктофон. К сожалению. Он звук записывает вообще некачественно. И плохо все было. Калькулятор. Калькулятор здесь довольно неплохой. Тут даже он. Если включить расширенный режим. То тут корень можно ставить. Всякие. Какие-то я даже не знаю. Что это за. В общем калькулятор тут довольно профессиональный. Конвертер величин. Мог перевести. В принципе. Да что угодно он мог перевести. Вот давайте. Так. Тут по-моему неправильно что-то настроено. Один доллар. Довольно. Тут неправильно немного настроен. Но можно тут по-своему все настроить. Что угодно. На экзаменах может вполне пригодиться. Секундомер. Таймер. И менеджер файлов. В настройках. Профили. Темы. Темы вот интересные. Тема конечно вообще. Стандартная тут стоит. Та которую нельзя удалить. Которая по умолчанию может стоять. И 5 других встроенных тем. Давайте посмотрим на каждую из них. Первая тема. Ну давайте с конца пойдем. С Ю. Н. Девчачья тема конечно. Телефон и девушкам подойдет вполне. Девочка какая-то. На каждой теме стоит своя мелодия включения и выключения. Своя заставка при включении и выключении. Семец мобайл. Это простая белая темка. Просто белая там все. Эта тема кстати является стандартной темой в 70CX65. Здесь экран TFT кстати 130 на 130 пикселей. 65 до 65 тысяч цветов отображает. Такая вот темка. Так. Fonfire. Тоже беленькая тут все. Но фон такой вот. Какой-то маяк стоит тут. Вот эта вот тема интересная. Футбол. Потому что тут там все зелененькое прям становится. Футбол. Все прям такое зеленое стало. И фон рабочего стола тоже стал таким прям красивым я бы сказал. Правда зеленый свет не очень конечно идет. Ну и давайте последнюю глянем. Сити. Что это у нас за тема. Сити это город по-английски. И тема соответствует вполне названию тут. На рабочем столе. Город. Мегаполис. И оранжевая тема. Прикольно-прикольно. Также есть настройки дисплея. Мелодия звонка. Соединение телефон. Часы. Безопасность. Аксессуары. Можно там выбрать. В моих файлах у нас любимые папки. Хранятся рисунки, анимации, звуки, темы, скины и игры. Приложения разные. CX65 была еще папка видео. Но так как телефон не умеет записывать видео. Тут такой папки нет. Садись лайфхак. Если через мастер памяти там в настройках телефона зайти. То можно посмотреть видео через мастер памяти. Такой лайфхак неудаленная функция. Из CX65. Здесь рисунки всякие. Рисунки из тем. ЕМС. Картинки для сообщений таких. Рамки для фоторедактора. Иконки для фоторедактора. Всякие. Бороду можно прилепить. Нос, нос и клоуна всякие. Прикольно. Логос это можно на логотип. Вместо логотипа оператора такую картинку поставить. Для ММС можно картинки выбрать. Или для рабочего стола. Тигр. Анимация есть. Анимация здесь у нас. Анимации тем. Которые мы устанавливаем. Для ММС тоже есть. Для ММС и для заставки есть тоже анимации. Вот это вот моя любимая. Флэш. Прикольная. Молния такая вот. Здесь мозаика такая вот непонятная. Сименс мобайл. Такая вот штука красивая. И твистер. Ну и для рабочего стола тоже есть. Баскетбол. Такая вот тоже мозаика и. Пауэр. Звуки и звуков здесь. Сорокоголосная полифония. Также здесь поддерживается вав. Давайте послушаем что-нибудь из полифонии. И вав поддерживается здесь. Он звучит почти как mp3. Но конечно не так качественно как на современных смартфонах. Давайте что-нибудь из этого послушаем. А темы мы посмотрели уже. Здесь также можно выбирать. Скины это просто задний фон поставить. Как сейчас оранжевый фон стоит. Тут можно из любой темы. Тема можно по-своему настроить. Игры. Игры. Самый интересный раздел для ребенка. Здесь 4 игры встроены. Bubble Boost. 2D платформер. PhotoPay. Это что-то типа тамагочи. Самая известная игра на семицах. Стак атак. И какой-то вапа джуниор. Давайте стак атак посмотрим. Вот эти вот шарики меняются. Кстати можно их поменять на любые другие шарики. Давай грузить быстрее. Ну тут производительность слабая конечно в телефоне. Плей помощнее. Start Game. Select. Easy. Выбираем. Ну вот стак атак не такой интересный как на более ранних семицах. Ой я чуть-чуть тут переключать можно обзор что ли. Нифига себе. 3D какой-то стак атак тут не такой интересный конечно как был на таких семицах как C60. или C55 и все такое. Но в принципе тут можно и свои собственные игры заливать. Правда под такой убогий экран игр крутых не найдешь. Приложение. В приложениях тут интернет загрузчик. Фоторедактор. Он предустановленный. Можно там подставить рамку, усы, человеку прилепить. Вот я сейчас вам покажу несколько образцов которые я сделал. Это в этом фоторедакторе. Так вот это я. Нет где это. Вот. Это я себе очки да усы прилепил. Картинки можно. Можно вот такие вот цвета поставить. Вот тоже прикалывался тут. Можно прикалываться с этим фоторедактором реально. Семиц.фм это тоже встроенное приложение менеджер файлов. Там можно зайти прям. Суревал это словарь для выживания в гикой природе. Тоже может помочь вам. Семиц.фм давайте посмотрим. Вот это вот полезное достаточно приложение. Можно посмотреть скрытые файлы этого телефона. Вот так для сессии здесь ничего не трогаем. И вот здесь находятся все наши папочки. Что в этом телефоне находятся. Анимации тут. Буквально все настраивается. Да для сессии ничего тут не трогаем. Вскрытые папки сделать можно. Чтобы их нельзя было открыть. В обычном режиме файлов. Что-то переделать можно. Формат переделать. Расширение и так далее. Ладно. И папка осталась. Это разная. Дата инбокс. Это то что нам. Это то что передалось по ик порту. Такой вот телефончик. Стоил он. Когда вышел. У нас в стране где-то. Четыре с половиной тысячи рублей. Был достаточно дешевым. По сравнению с CX-65. Который восемь тысяч рублей стоил. Телефон был популярен. Благодаря тому. Как упрощенная версия. И даже несмотря на то что камеру. Сделали слабее. Сделали слабее. Экранчик сделали более скудным. Тем не менее. Телефон был действительно желанным. Его покупали и пользовались с удовольствием. Прекрасный Siemens C65. Телефонная книга тут до тысячи контактов вмещает. Это все конечно круто. Ну и давайте теперь выключим телефон. Вот так вот. Ну что ж на этом пожалуй все. Всем огромнейшее спасибо за что посмотрели мое видео. Подписывайтесь с вас на лайк отца. Подписывайтесь на меня эпичные видосы. Подписывайтесь также на запасной канал и группу вконтакте. Ну все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok